друзья ну что у нас сегодня замечательная пара ребята представьтесь пожалуйста как вас зовут полина очень приятно ну что вы готовы да да даю блотер 1 чем пахнет очень такой свежий аромат свежий ну дорогой или бюджетный я бы сказал что на средне ценовой категории какой-то видите такой парфюм на своем парне нет не нравится а чем не нравится расскажите мне кажется слишком сладкий слишком сладкий для а что-нибудь в нем арабская чувствуется нет да есть какие-то но что именно может какая-то свердящая нота арабская или что-то такое тут возможно утилероз тут возможно утилероз но еще какие-то если так хорошенько разнюхать какому сегменту бы отнесли это дорогой парфюм или не очень я бы тоже наверно к средней какой-то средний до ценовой сегмент но у нас на своем молодом человеке не видите да никак что то есть в нем арабская отталкивающая что какая-то свербящая нота есть да не люблю когда вот такой вот сильный запах чувствуется что-то мускусная наверное да тоже думал об этом да мускус ну в общем ребят это был фредерик маль это самое дорогое вообще наверно что есть сегодня в парфюмерии парфюм из восточной линейки парфюм называется промис обещание он сделан в восточном стиле поэтому наверно для нашего русского носа он наверно не слишком да подходит я точно восточная не особо а такое вот вам как вот этот мне более нравится нравится да современное что-то да наверное на что-то похоже умение явно гораздо менее выраженным по запаху не такой сильно отталкивающий не нравится да нет я как будто к нейтральному от нас а что из ноты что-нибудь слышите такое интересное мне всегда тяжело ноты выделять в парфюме бюджетный это аромат или нет как считая думаю нет дорогой я не чувствую никакой химозности я она все-таки склонюсь что это либо очень хороший бюджетный парфюм либо дорогой бюджетный дай а либо хорошей бюджет мне очень нравится нравится да а что из нот слышно какие-нибудь может я тоже но может какие-то фрукты или минеральные ноты или что-то такое что-то фруктовое как будто бы есть может быть немного цитруса сами бы носили такой парфюм думаю что да на себе представляете а на молодом человеке мне кажется это более такой зрелый парфюм для людей старшего возраста да не для молодежи нет я бы не мне бы это слишком скажем я бы не сказал мне кажется на бровь как-то слезо очень устали бы до носить я в общем это арабская новинка сделана в современном молекулярном стиле называется латта фамаса в стилистике вот ганимет есть такой парфюм а ганимет да минеральные вот это вот в том же направлении только с добавлением ноты фруктов и цветов стоит в принципе недорого ну понравился да вам носили бы дать но отлично так следующее у нас как вот это вам чем пахнет шоколадом шоколадом есть какая-то нотка шоколада да тут точно шоколад можно если не сложно ближе к микрофону и погромче да мне кажется здесь тоже шоколад а что еще кроме шоколада кофе может не знаю тяжело сказать ну послушайте еще раз возможно цитрус приятно пахнет или нет дешевые и корица нет пахнет как булочка нравится такой или нет слишком приторно да слишком приторный слишком сладко не стали бы доносить я еще чувствую химозность а кому он больше подойдет мальчикам или девочкам как вы считаете ну точно не мужчина женский да больше более ну такой то есть это гурманский да гурманский девочковый аромат до булками пахнет но он точно не всем подойдет и точно бы я бы не стала выносить в летнее время ну достаточно такой а по ценовому сегменту как бы определили бюджетные или не мне кажется это более бюджетные бюджетные да но это вот латафа тоже арабский бренд парфюм называется хамрак кава тоже одна из новинок но в принципе так же так как вы его и описали гурманский корица шоколад кофе еще есть кофе слышите кстати послужья кофе сущим есть чуть-чуть я отдалась тогда вот корицу я там не чувствовал вот сюда есть да ну окей вот такой еще понюхайте знакомый аромат это не авентус похоже на авентус ну чем пахнет все здесь цитрус здесь точно цитрус есть но это прям мужской за мужской да такие ноты слышать бергамот вроде лимон что такое точно цитрусовый да что то есть кожаная чего-нибудь чувствуете нет нет но основную ноту как бы его определили вообще то есть мужской и какая основная нота здесь у них здесь цитрус точно лимонный бергамот или что-то в этом роде она прямо сильно старте есть чувствуется но вот самый первый вы нюхали которые вот фредерик маль они как-то сильно отличаются по классу это очень похоже на авентус у меня был пробник авентус и он очень много похож если честно я вот и говорю что это очень знакомая а вы вообще с кожаными ароматами какие-нибудь знакомы там вот там ford например форнда тосканская кожа любите похож он нет я не чувствую здесь кожи вообще не похож да от сегмент как бы вы определили бюджетный средний или дорогой ну потому что он не чувствуется как авентус я бы его к дорогим а вы что скажете средний средний да но это вот бюджетный сегмент арабский парфюм афнан называется рейр карбон редкий углерод он сделан вот в этой вот стилистике как раз кожаных ароматов там кожа и чуть-чуть фруктовости чуть-чуть фиалки вот сейчас вот я когда вам наводку дал попробуйте пожалуйста учуете вы эти ноты почувствуете чувствуете кожа когда кожи нет кожи вообще чувствуется до кожи мне все равно очень тесно ассоциация с авентусами сейчас на авентус похоже очень похож да прямо если авентус любимый да парфюм нет не любимый просто у меня был просто напоминает для опыта его нюхал я тоже кожи не чувствую чувствуете но все-таки больше мужской из среднего ценового сегмента да но а есть ощущение откровенной какой-то бюджетности или ущербности здесь нету здесь нет химозности как какая-нибудь отталкивающая ноута свербящая что-то такое неприятное химическое чувствуете нет противоестественное такое отталкивающие есть что-нибудь ну любой цитрус он пахнет как освежитель воздуха и на мой взгляд поэтому меня всегда цитруса отталкиваю всегда отталкиваю этот понятно а вы что скажете мне кажется я такого зомнения абсолютно понятно то есть ничего хорошего да для меня такой аромат я бы его как будто бы просто после спортзала побрызгать на себя понятно то есть обычный да такой ничего ничего особенного да ну окей давайте тогда еще один и на этом закончим прям так мне нравится как вы все это делаете так а что вам еще дать-то вот такой дам я вам сразу два каждому давайте начнем с базы мужской женский мужской мужской приятный неприятный привет очень свежий как будто мне напоминает запах чистоты запах чистоты вот замечательное определение просто замечательная прям десятку у меня был такой консионер для белья но нравится такой аромат на мальчике на своем видите в прошествии времени на самом деле становится слишком много цитрусов на мой взгляд слишком много цитрусов как будто бы в начале он пахнет так как будто бы его хочется нанести на костюм через несколько минут через несколько мгновений как будто уже это спортивный костюм костюм превращается в спортивный а по сегменту как определите в каком ценовом сегменте он бюджетный ультра бюджетный средний дорогой он скорее всего дорогой дорогой да да у меня такое желание это но статусный да ну да вот в начале в начале вот если вы только по брынгать да очень пахнет дорого да ну видите да на своем парне этот парфюм ну вот вы сказали аромат чистоты это вот как раз вот это вот направление фужеров так называемых барбершопных или в народе как говорят мыльно-рыльных и пенно-притвленных сейчас очень по аромат такого ухоженного чистого мужчины тогда да то есть не бюджетный парфюм да то есть не бюджетный да на ваш взгляд я думаю он дорогой ребят сюрприз возьмите посмотрите это бюджетный недорогой арабский парфюм называется латафа фахар ценовой сегмент в районе 3000 за флакон то есть как вы сказали он пахнет небюджетно точно да приятно ну вот арабы уже научились так вот делать такие вот вещи делают давайте вот сейчас такой сделаем резюме вы попробовали у нас сегодня фредерик маль промис латафа масса афнан рейр карбон и вот латафа фахар вот из всех парфюмов какой вам больше всех запомнился вот мнение девушки интересует на мужчине какой бы лучше вы всех представили вот из попробованных последний вот это да да какой-то из них не нравился больше вы еще хамру попробовали который вот булки с корицей вам не понравилось нет меня очень вы еще попробовали вот этот вот который вам понравился да посмотрите сейчас про него вы говорили возьмите и вот блутер с ним он да наверное он больше всего понравился да но вы этот себе заприметили да я так понял ну нет я бы не сказала чтобы стала такой носил оба вы носили я бы не стал ничего из этого носить мне не кажутся очень такими зрелыми аккуратными то есть ваш выбор вот этот вот фахар да я бы ничего ничего не выбрали бы да это не слишком и даже вот этого дорогого маля бы не выбрали понятно вы выбрали вот вот латафа масса можно поднять его в камеру и латафа фахар вот дама у нас сегодня выбрала такие вот парфюмы ну что я могу сказать вам огромное спасибо это было вообще супер просто желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего добрый день рад вас видеть на моем канале представьтесь пожалуйста как вас зовут меня зовут айбуль очень приятно меня максим ну что начинаем слепые за тесты даю вам попробовать аромат пожалуйста нравится нет да очень такой летний мне кажется аромат какое направление восточная европейская восточная но восточная да нравится вам такое да конечно какому бы сегменту отнесли к бюджетному или дорогому мне кажется это какая-то нишевая парфюмерия нишевая парфюмерия да наверное средний и дорогой и не бюджет среднее выше среднего выше среднего да на своем мужчине такое представляете нет или на себе данный кажется он унисекс можно не секс да как сами вы стали такое носить да определено интересно что за аромат это посмотрите это фредерик маль у нас восточная линейка французский бренд дорогой очень дорогой парфюм называется промис обещания вообще девушкам редко такое нравится но вы прям вот как-то вот интересно то есть сами бы стали данный а летом вы стали и зимой лучше как вот на какое время года мне кажется он летний но наверное на вечер лет на вечер вечерний парфюм днем на то что он слишком тяжелый тяжелый до солнечного дня ну если дозировать грамотно нанесение то будет замечательно ну стильный до аромат да ну замечательно ну что тогда следующий у нас парфюмчик пробуйте так вот очень сладкий я такое не очень люблю любите да какие ноты слышите очень сложно сейчас ну какой он больше восточный европейский может быть какие-то знакомые нотки там что там ванили может быть мне кажется это что-то европейская вот ванник наверное точно есть что-то вот сладенькая сладенькая до бурманский de ramo да сами бы стали такой носить нет сома бы не стала у меня кажется девушки на патриках таковой мелочи девушке на патриках да то есть пониженная социальная ответственность или с повышенной нет по-моему с повышенной но очень ответственные но все-таки И стиль дорого-богато, да? Да, да, да. То есть китч какой-то, да, там, не стильно, да? Нет, стильно, очень стильно. Стильно? Да, просто больше для таких девушек по... Ярких. По-по-женственнее, так скажем. А к какому сегменту бы отнесли? Бюджетный аромат, дорогой аромат? Мне кажется, выше среднего. Выше среднего, да? Ну, это был... Сейчас вы скажете, очень дешевый аромат. Да, это был бюджетный аромат арабский. Латафа хамракава. Цена у него сейчас на данный момент в районе 3000 рублей за флакон. Как считаете, конкурентная штука? Соотношение цена-качество хорошее или нет? Да, наверное. Но надо же еще смотреть на стойкость. Возможно, он не очень стойкий. Он очень стойкий? А какие-нибудь вот такие вот неприятные моменты в нем есть? Какая-то свербящая нота, например, или какой-то мускус навязчивый? Что-нибудь такое есть в нем, нет? Мне просто кажется, что он слишком сладкий. Слишком сладкий, да? И я поэтому особо не могу... А так, в принципе, других претензий нет, кроме того, что это слишком ярко, слишком сладко, да? Ну, замечательно. Ну, давайте еще попробуем один. Хорошо. Я вас сильно задерживаю по времену, нет? Стараюсь угадать в этот раз. Следующий пробуем, пожалуйста. Стоять. Не, ну, ты как-нибудь. Куда я вошел? О! Ну, вот это вот прям лето-лето. Лето-лето? Прям на море можно поехать. На море поехать? Мальчик, девочка? Больше мужской аромат, наверное. Мужской? А по стилистике, по направлению, как бы вы определили? Какие-то, может, ноты в нем слышите? Соль, наверное, вот какая-то. Соль, да? Да. Что-то минеральное, да, чувствуете? Ну, как вообще он по профилю? Современный или ретро, или модерновый, или модный? Как вот вы его бы определили? Ну, наверное, вот такое наносят мужчины лет сорока. Мужчины до сорока? Нет, мне кажется, прям около сорока лет. То есть для зрелых мужчин, да? Ну, для зрелых. Сами бы вы не стали, да, такой носить? Нет, наверное, нет. Не стали. А по ценовому сегменту, как бы вы определили? Это бюджетный аромат, средний, дорогой? Мне кажется, средний или выше среднего. Средний, да? Выше среднего? Ну, средний или выше. А какие-нибудь неприятные моменты, там что-нибудь, какая-то повышенная синтетичность, или какие-то навязчивые ноты, или что-то какое-то вызывающее отторжение, что-то есть, нет? Или все ладно, скроено? Нет, все, мне кажется, отлично. Качественный аромат? Мне кажется, что да. Да. Это была новинка от арабского бренда Латафа, парфюм называется Маза. Стоит в районе пяти тысяч за флакон. Можете себе брызнуть или на вашего молодого человека? Да нет, спасибо, я уже просто нанесла аромат. Выглядит, кстати, очень красиво. Мне так нравится. Красиво выглядит? Кстати, флакон у вас не вызывает отторжения? Вот некоторые говорят, что арабские флаконы очень выглядят китчево, уродливо. Ну, есть вот такой вот цыганский шик, но мне кажется, в целом я бы могла представить у себя на полке такое аромат. Поставили, бы они не забрезговали, да? Угу. Ну, отлично. Ну, давайте еще один, и на этом закончим. Давайте вот такой мы сейчас попробуем еще. Пожалуйста. Ой, тут сложно. Тоже он какой-то сладенький немножко. Сладкая что, пряности или фрукты какие-то, или что? Мне кажется, больше фрукта, наверное, и какой-то запах чистоты. Чистоты? Вот, просто девушка в десятку попала. Аромат чистоты, да, мужской, женский? Мне кажется, унисекс можно как бы, да. Унисекс, да? Сами бы стали такое носить? Да, наверное, да. То есть аромат чистоты летний, зимний? Мне кажется, можно и летом, и зимой наносить. А по ценовому сегменту как бы определили? Есть в нем что-то такое дорогое-то или бюджетный аромат? Как бы определили? Ну, я думаю, средний. Средний ценовой сегмент, да? А какие там есть неприятные моменты или отталкивающие моменты? Или все нормально? Нет, мне прям все нравится. Ничто не желает, не вызывает отторжения, да? Все хорошо? Да, все замечательно. А тогда еще такой вопрос. Аромат чистоты. Аромат чистоты вы с чем связываете? Что, мыло или что, или шампунь? Ну, вот порошок, что-то вот такое. Да. Прям чистая одежда. Вы в десятку попали. Это Fougere. Посмотрите, это тоже арабский бренд. Latafa Fahar. Ультрабюджетный сегмент. То есть этот парфюм можно купить за 2-3 тысячи за флакон. И то, что вы сказали, вот он пахнет чистотой, это как раз вот от направления так называемых барбершопных ароматов мужских с лавандой, пена для бритья. Их еще называют мыльно-рыльные. То есть аромат чистоты, аромат побритого, помытого мужчины их так называют. И тут вот правильно вы сказали, что-то сладкое есть. У него есть вверху нота яблока. Вы ее тоже определили. То есть вот так вот. То есть вам этот парфюм понравился, да? Да, да, да. И флакон интересный. Можно полюбоваться даже немного собой. Ну давайте тогда подведем итог. Вот мы сегодня попробовали 4 аромата. Вот из всех 4, какой вам больше всех понравился? Наверное, больше всего 1. Самый первый, да? Да, да, да. Вот этот Фредерик Маль Промис, да? Да. То есть вы его видите и на себе, и на мужчине, и он вам больше всего понравился. А второй какой? На втором месте, наверное, вот этот аромат. Вот этот вот, да? Да, да, да. На третьем... Сейчас. Ну, булки, я так понял, и гурманика у вас на последнем, да? Да, вот слишком сладкие. Слишком сладкие. Значит, на третьем... Ну, наверное, на третьем морской, да. А на четвертом, вот, который такой сладкий. На третьем, это тогда у вас латафа маса, да, вот этот вот минеральный, а на четвертом это латафа хамракава, вот этот вот гурманский. Ну, что я могу сказать? У вас замечательный просто парфюмерный вкус, чувство стиля и абсолютно непредвзятое такое мнение, потому что цель моих вот этих вот слепых затестов в том числе показать, что арабская парфюмерия имеет место быть и вслепую каких-то там изъянов или каких-то там откровенных просчетов, ну, объективно же не слышно, да? Ну, нет, да, не слышно. Ну, возможно, еще я немного восточная женщина, и мне нравится. Нет, ну, начнем с того, что тут, наверное, восточного в нем и ничего и нет вот в этом парфюме. Ну, вот в этом, да. Абсолютно западный парфюм, да? Да, да. Можно смело заняться импортозамещением, так сказать. Ну, вот они уже постепенно наш рынок захватывают. Ну, что, тогда хочу вас от всей души поблагодарить. Спасибо вам огромное за такое позитивное, очень стильное мнение. Разрешите руку пожать. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.